Девять месяцев учебного года кажутся долгими не только школьникам. Родители тоже с нетерпением ждут каникул. Все порядком устали от эпидемической ситуации, а тут еще затяжная и холодная весна. Поэтому все самые радужные надежды и ожидания связаны с летним отдыхом. В поездки на море по понятным причинам отправятся немногие. А поэтому неудивителен всплеск родительского интереса к детскому отдыху, организованному на базе школ, санаториев и оздоровительных лагерей. Как отмечают эксперты, такого ажиотажа на путевке не было несколько последних лет. Всего в городе планируется создать 151 оздоровительный лагерь. Это и преимущественно дневное оздоровление, и круглосуточные лагеря. Круглосуточные лагеря преимущественно будут работать на базе школ садов Московского района города Бреста. И круглосуточный лагерь будет работать на базе военно-патриотического центра в Брестской крепости. Всего в оздоровлении будет задействовано 96 учреждений образования. Все остальные – это загородное оздоровление. Но хочу сказать, что путевки в загородное оздоровительное лагеря в этом году востребованы как никогда. Не сравнить даже с тем, что было пять лет назад. Практически они уже раскуплены. Две ближайшие смены. Наша съемочная группа приехала в среднюю школу номер 15, чтобы понаблюдать, как организована работа летнего лагеря. В этом году у нас в лагере 145 учащихся первых и четвертых классов. Это традиционный лагерь, в котором дети оздоравливаются. Хотим видеть их в сентябре оздоровившимся, счастливыми, веселыми. Поэтому мы развлекаем как можем, хорошо кормим. Мы очень много времени проводим вместе, с учителем. Нам очень весело и нам очень нравится в этом лагере. Мне нравится лагерь. Нас вкусно кормят. В нем много друзей. Я играю с теми. Самые ближайшие к Бресту загородные оздоровительные лагеря – это Орленок и Салют. Относительно недалеко расположены Волна в Кубринском районе и Верба в Каменецком. Кое-где уже приняли первые заезды. А вот в Орленке проходят завершающие подготовительные работы перед принятием долгожданных гостей. Территория обрабатывается от клещей, стригутся газоны и кустарники. Новыми свежими красками заиграли беседки, скамейки и другие конструкции. Все ремонты, которые здесь делаются, все, что в лагере происходит и то, в каком состоянии он находится, это все благодаря участию собственника Брестского котельного хозяйства. Что из себя представляет лагерь Орленок? Это три жилых корпуса. Для старшего возраста условия проживания – это двухкомнатные номера, удобство в каждом номере. Для более младших детей – это четырехместные номера. Все корпуса отремонтированы, подготовлены к летнему сезону. Общее количество детей за лето мы планируем принять 944 ребенка. В смену – это четыре смены оздоровительные, 236 детей каждую смену. Условия очень комфортные, и довольны будут дети и родители. Я даже не сомневаюсь в этом. А для этого была проделана большая работа. Покраска фасадов корпусов, внутренний ремонт, замена напольного покрытия и освещения, реставрация стен, потолков, подготовка новых игровых комнат. Ребят ждет насыщенная и активная программа отдыха, сбалансированное пятиразовое питание, а за здоровьем будет следить медицинский персонал. Стоимость отдыха не ударит по родительскому карману, а потому спрос на такой отдых велик. В летний период 2021 года в Брестской области планируется оздоровить 60,5 тысяч детей. У нас будет открыто больше 740 лагерей, в которых получат оздоровление больше 20 тысяч детей в загородных и круглосуточных лагерях, и около 40 тысяч детей получат оздоровление в пришкольных, дневных лагерях. Стоимость путевки в лагерь круглосуточного пребывания составит 440 рублей в среднем. Минус доплата в 215 рублей, то есть остальная стоимость либо ложится на плечи родителей, либо части этой стоимости возмещают еще и профсоюзные организации, или согласно коллективных договоров предусмотрено от организации. В лагерь дневного пребывания на 18 дней стоимость путевки составит где-то 140-130 рублей, и доплата от государства составит 89 рублей. Учитывая множество плюсов о детском отдыхе, необходимо позаботиться заблаговременно. Ну а самим ребятам стоит пожелать лишь хорошей погоды и отлично проведенного времени. Продолжение следует...